Мир и благодать всем. Меня люди знают под именем брат Рейна и Сталина. Мне уже почти 80 лет, но Господь показал мне свою благодать, милость, свою силу в течение моей длинной жизни. Где-то 30-40 лет тому назад Господь посетил особенным видом своей любовью город Таллин в Эстонии, в Советском Союзе. Как все это началось? История длинная, но как-то получилось так, что в 50-м году прошлого столетия, когда Сталин еще жил, и были отдельные гонения, и преследовали верующих в Таллине, закрыли семь различных церквей и молитвенных домов, просто закрыли, сказали, что хватит. И предложили им, что вот есть большой храм, исторический памятник, высокий, шпиль там более 130 метров, вот идите туда, начинайте там совместное служение, учитывая, что среди этих закрытых церквей были паптисты, пятидесятники, евангельские христиане, и еще некоторые другие мелкие такие динаминации. Храм был пустой, потерпел в какой-то мере разрушение во время войны, десятки квадратных метров окон были разбиты, птицы летели внутри храма, отопительной системы вообще не было, но в Таллине бывают морозы, иногда до 30 градусов зимою. Акустика была очень хорошая, эхо была такая, что практически невозможно было слушать проповеди, когда кромко говорили, никакой усилителей никаких не было, и власти тогдашние считали, что пусть они там разберутся, поссорятся, будут, будет смерть там, и без всякого такого преследования, гонения церковь скоро закроется. Нам было очень печально, все как-то оставили свои родные такие духовные дома и начали забраться здесь. Были хорошие пастора, были хорошие служения, но в 80-х годах начало, когда началась подготовка к Олимпийским играм в Москве и Таллине должна была регата парусная быть. Как-то нажим со стороны КГБ как-то немножко было легче, и можно было собираться и так далее. Это было внешне, но внутри. Я был тогда 30-40 лет моложе, у нас было все очень хорошо, у нас горовая музыка была на мировом уровне, у нас были самые хорошие пастора, может быть, во всей Прибалтике, и духовная жизнь кипела в этих рамках, которые были позволены тогда, но чего-то не хватало. Я помню это время, я тоже был такой негорячий, к сожалению, теплый, но Господь как-то начал говорить мне, и в ту ночь, когда у меня родился первый сын, Господь сказал мне, что Рейн, отдай свою жизнь полностью мне, я буду с тобою, если ты будешь служить всем сердцем, прославить имя моего, и твоего сына вырастет муж Божий. начали искать Бога. Господь вселил мою душу и в душу некоторых других голод, жажду за Богом. Просто как-то все хорошо, служение хорошее церкви, но чего-то не хватает, я бы назвал это такое, как бы сказать, святая неудовлетворенность. Господь, что-то должно быть больше. И мы начали искать лицо Господа. Маленькая группа, сначала пять-шесть человек, начали вместе приходить молиться. потом эта группа выросла, где-то двадцать пять-тридцать человек. Потом стали ночные молитвы, Господь, приди, приди в Эстонию, дай нам что-то, чего не хватает. Ответ был такой, что я наполню вас своим духом. И так началось пробуждение, которое потрясло, как в некоторых изданиях говорится, весь Советский Союз. Мы самые обыкновенные люди, простые. Сатана хотел уничтожить такое, ну, передовое христианство в Эстонии. Но вместо этого Господь излил из своего духа желание прославить имя его. И он начал исцелять людей, наполнять духом святым, спасти, обновлять. И люди без всякой рекламы, это все было запрещено, начали переезжать в Таллинн. кто видел в сне, что поезжайте в Таллинн. Эпископа, некоторые на Украине видели видение, что надо ехать в Таллинн, там есть такой корабль белый, и там Дух Святой действует. Так получилось. и как-то я не знаю как, но Господь присоединил к этой команде, такой передовой команде, которая служила, которой молились, которые молились, которые возлагали руки на больные, разные люди. Я был никто, простой член воли вести. тёплый. Понимаете, я был тёплый, который надо просто выпивать из рта. Присоединил сюда литерянского пастора, крещённый духом, имеющий дар пророчества. Одного пятидесятника, одного пастора с острова нашего, маленького острова, который имел маленькую церковь, но говорил с желанием служить Господу. Одну сестру, которая была пьяница, которая уверовала вообще на дне общества, и Господь привёл её сюда к нам, чтобы мы вместе служили. Это было чудно, и у меня часто спрашивали, а что было в Таллине? Я люблю отвечать так, ответить. Бог был в Таллине. живой Бог. Бог задали мне вопрос, как же, разве сегодня в Таллине нет Бога? Потому что то, что было, сейчас не действует. я отвечаю, Бог в Таллине, Бог везде. Бог в моём сердце, в твоём сердце. Но даже вот в этой кабинетке мы сейчас проводим это интервью, наполнено Богом. Мы ходим по Богу, мы любим Бога, но чтобы иметь чистое общение с Богом. Надо настроиться на эту волну. Здесь разные волны проходят. Можно взять радиоприёмник и настроить на определенную частоту, и мы слышим там разные передачи. Вот так же нам надо как-то настроиться на волну Господа Иисуса Христа. Это смиренность, это полная отдача себя Господу быть сорос спят вместе с Иисусом, чтобы наш душевный человек, плоть, эго были на кресте, чтобы мы не стали гордыми, мы не стали людьми, которые мы теперь знаем, мы знаем, как служить, мы знаем, как найти Господа, мы знаем, как проповедовать, как истерять. Когда мы доходим до этого, тогда всё потеряется. Главное, чтобы... Вот сегодня я уже понимаю это, тогда мы молодые были, ещё не поняли, покорились. Потому что всё начинается с того, как апостол Яков пишет, покоритесь Богу, встаньте против дьявола, и он обижит от вас. Мы забываем вот этот первый шаг, что покоритесь Богу. Мы хотим победить сатану без того, чтобы мы повиновались. Я жду, чтобы снова ветры, буря Духа Святого начала по всей Эстонии, по всей России, по всей Финляндии, по всей Европе. О, Господь, мы нуждаемся в свежем ветре, но пока, к сожалению, у тебя не хватает людей, которые согласны быть распятыми, сораспятыми с тобою. Как мой брат, один очень близкий, Аркадий сказал, Иисус говорил ему, ты должен вместе со мною каждое утро идти на Голгофу и быть сораспят со мною. Тогда и не гордость, не надменность, не самоуверенность не мешает Господь использовать меня и тебя. Что было в Таллине? Это очень длинная история, но сначала просто Господь дал жажду, потом привел людей, потом начались спасения, потом начались исцеления и многие, многие были крещены на поле на Духом Святом. Слава Богу! Чтобы просто не быть пустословным, такие вещи, которые случались и описанные втиянии апостолов, это была нормальная жизнь церкви. Если ты спросишь, а что было в Таллине? В Таллине была несколько лет нормальная жизнь церкви Иисуса Христа. И к примеру, помню, мы начали собрание, я читал слово и молился, просто, чтобы Господь прийли и благослови нас. И вдруг один, по-моему, осед был, Петр имя, с Кавказа, начал так, это самое, ну, я не понял, в чем дело, нету, 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 старается, старается, как-то рядом сидела его жена. Я остановился, спросил, у жены что с супругой, и она ответила, что у него большая опухоль была на шее, она не мог, могла повернуться головой, должен быть всем делом поверачиваться. и в один миг он, наверное, почувствовал это, и он стал попробовать руками, нету боли, и шея движется. Слава Богу, он веровал, принял Иисуса, выехал счастливым. Мы молились, были длинные очереди, когда мы молились по несколько часов, и разные, у нас было там больше служителей, по два, по три вместе мы молились, я не был в этой группе, только что я вернулся из Америки, и люди приходили ко мне говорят, что они пришли с Украины смотреть, это действительно Бог в Таллине или нет, и они стояли, двое-трое рядом с теми, которые молились за людей, и они рассказывали, что в их глазах это случилось. Пришла мать с девочкой, слепая, жизни, никогда не видел света. Один глаз был совсем закрыт, другой был немножко приоткрыт, и начали просто молиться. Пятидесятник удивлялись, все эстонии так тихо, спокойно молятся, не кричат, и все, я не знаю, наверное, наша натура такая, и начали молиться. В их глазах этот закрытый глаз открылся, и оба глаза начали с краев стать белее, 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 потому что они были темные, и потом уже совсем белые, и вдруг девочка закричала, мама, мама, я вижу! Это потрясло этих людей, они поехали домой, и практически с многими случилось так, что они продолжали молиться за больных уже на своих местах. Я помню, один высокий такой мужчина, молодая довольно, стояла, мы готовились к молитве за людей, он был с костылями, и я чувствую на сердце, что скажи ему встань и ходи, так как Петр сказал безногому перед храмом в Иерусалиме, я стал спорить, поэтому я помню это, я стал спорить, что Господь, но он же стоит со стылями, как-то неправильно сказать, что негоди, но не мог как-то отказаться и просто смертелью ему в глаза говорю, что встань и ходи. Он взял костыли, стоя, положил в сторону, начал топтать, начал прыгать, и и как взрыв стало радостным и стало обнимать всех, которые мы там молились, оставил костыли, их невозможно забыть, оставил, уехал домой. Были очень много таких, сотни, может быть, тысяч таких случаев. Это царство небесное, потому что Писание говорит, что царство не в словах, а в силе. И иметь вот эту силу, чтобы сказать людям «Исселись именем Иисуса». «Ты свободен от алкоголя, прими Духа Святого». И это действует. Но я хочу еще раз сказать, что тут огромная опасность, что мы можем как-то воскоррдиться и сказать, что это я. мертвые не воскресились. Я жду этого. С этого времени прошло примерно 30 лет. Но сегодня я верю, что Господь хочет еще излитись своего духа и показать свой авторитет, свою силу, свою любовь к людям. Начиная с тех, которые действительно согласны умереть. Любить Господа Иисуса больше, чем свою жизнь, всем сердцем, всей душею, всем разумением. И просто в заключение хочу сказать, что во время Второй мировой войны было пророчество. Никто не верил в это время, что волевистая среди молодежи будет пробуждение очень сильное. Но появятся пожарники и огонь потушат. Гагаби запретил говорить волевистой на русском языке. Но мы практически молились за приезжих. Эстонцы как-то сначала были, потом остались на стороне. Это вообще анекдот. В Советском Союзе, где всем просто насильно нас оставляли учиться и говорить на русском языке, говорит, что нельзя проповедовать на русском языке. Штраф будет, я заплатил штраф за то, что я молился за приезжих в Корисполкоме. Но пожарники были настолько строгие, сказали, что если не послушать, это ультиматум был, тогда закроем церковь, все пастора остаются без лицензии. я был никто, я был членом и так это богатство. И знаете, иметь любовь к Господу и как-то плавать этой благодати. Чтобы понимать, что вода поддерживает, мы не тонем, мы можем сказать, что именем Иисуса это работало. И вдруг ты просто просто Рейна, у тебя нет силы, нет помазания, можешь говорить, делать все то же самое, но присутствие Бога ушло. я вернусь к этому видению во время Второй мировой войны, там было, что появится пожарник и потушит огонь, но через определенное время пламя снова вспыхнет и будет сильнее, чем это было. Сегодня я верю, что мы живем последнее время, частые времени у Господа это его народ Израиль. то, что происходит сегодня в Израиле, когда все друзья как-то отходят и оставляют их во власти своих врагов, то, что Захарий 14 глава говорит, что случится там, прочитайте, это вот-вот-вот-вот. Уже времени больше нет. И я верю, что Господь хочет еще проявить свою силу, благодать, свое помазание среди своей церкви перед тем, как он вернется. Дай Бог нам смириться, дай Бог нам искать его всем сердцем. не смотреть на то, сколько это стоит. В Маотикейской церкви Иисус сказал, купите золото, это вера, купите, купите одежду белую и масля глаз, чтобы вы видели, купите. это что-то стоит. Мы имеем время, у нас есть какая-то сила физическая, духовная, у нас есть способность видеть с духовными глазами дела Божьи, это стоит. стоить платить за это, чтобы займить веру и видение и чистую одежду и в чистое сердце, чтобы узнать Бога и увидеть Его славу на этой земле. слава Господу преди Иисус. Найди больше тех людей, которые согласны отдать все за то, чтобы Ты мог проявить свою славу. Господь, прости мне, что я когда-то предал Тебя, согласился с предложениями КГБ вместе с другими братьями и мы закончили практически проповедь на русском языке. Прости нам, Господь, приди еще раз. Благословляю вас, ищите Господа. Господь не любит, Господь любит, но он выплевывает теплых. Зажги этот свет Духа Святого. Иисус сказал, что я пришел не свести огонь, и как бы хотел, чтобы это возгорелось. Аллилуйя! Слава нашему Господу Иисусу Христу! Аминь! Иисусу